Всем привет! Вы на канале SEOquick и сегодня я делаю необычный экспериментальный видеоподкаст для наших зрителей, наших слушателей. Я сегодня хочу поговорить про PageSpeed, непосредственно про сам сервис Google PageSpeed. И, конечно же, сейчас мы все знаем, что это такое, но в разгар апдейта Google Core WebVitals мы сталкиваемся с тем, что нужно готовиться к тому, чтобы продвигать свой собственный сайт, начинать нужно со скорости. Даже мы в нашем агентстве выделяем отдельный аудит, аудит скорости загрузки и отдельно прописываем ошибки в нем. И большинство ошибок всегда является неумение прописывать именно конкретный аудит. И я наткнулся, собственно, на ряд материалов. Сейчас очень интернет пестрит материалами относительно вообще PageSpeed в целом. И, конечно же, многие пишут о том, как оптимизировать, уделяют внимание Core WebVitals. Мы делали несколько серий видео. Одни посвященные были как скорости загрузки сайта, другие были посвящены непосредственно, как делать технический аудит. И сегодня я бы хотел остановиться на самом сервисе Google PageSpeed. Что это такое за сервис? По умолчанию Google сделал специальный сервис, который определяет скорость загрузки сайта. Вы можете вбить любой сайт непосредственно в нем. То есть вот если вы зайдете в Google PageSpeed Insights, и вы попадете на сам инструмент. Инструмент достаточно простой, в нем можно легко разобраться. В нем вроде бы что вы вставляете ссылку на свой сайт, и он его анализирует. Очень важно, он анализирует не весь сайт, а анализирует конкретную страничку в целом. И любую страничку вы можете проверить. Например, мы сейчас проверим наш сайт и проанализируем его. Скорость сайта, в принципе, очень сильно изменилась. Он стал анализировать гораздо быстрее, чем раньше. Я останавливался в скорости загрузки сайта в своем видео о механике, о всевозможных данных, которые он делает. И мы заметили маленький нюанс, что действительно оптимизация загрузки сказывается в целом на ресурсе. И вот, собственно, вы заметите внимательно, что согласно наблюдению, вот это вот ключевое слово 28 дней. Google прямым текстом намекает, что изменения, которые вы внедрили на скорость загрузки сайта, скорее всего, ретроспективно будут оцениваться уже в PageSpeed. Поэтому, если бы вы сделали любые изменения, вам нужно подождать вот этот критический период и перепроверить свой PageSpeed на отдельных страницах. И вот мы видим, что по мобилке у нас еще есть определенные терки, где нужно что-то подтянуть. Но это наши внутренние работы, так что здесь можно все это увидеть. Сам PageSpeed прилично расширился, добавил в себя так называемую карту эффективности. Карта эффективности здесь, я бы так сказал, уже такая чисто прогерная часть, где смотри, какой скрипт, на что влияет. И здесь вот вы можете увидеть, большая часть данных выводится, уже сразу видно, что конкретно тормозит, какой скрипт и тому подобное. И здесь, я так скажу, единственный момент самого Тула заключается в том, что он выглядит достаточно уже революционно и позволяет увидеть приоритеты. Это довольно неплохо. Можно увидеть, собственно, те или иные скрипты, которые сейчас в данный момент тормозят. Вот, собственно, вот так оно выводится. Вот, на самом деле, большая часть информации вам, как SEOшникам, возможно, будет не сильно важна. Но вы должны кое-что, говорится, видеть те или иные моменты. У любой ошибки есть четко прописанная причина, что на что может влиять. И в PageSpeed есть справка. Единственный нюанс – справка на английском. Без знания английского вам сложнее будет разобраться по этим пунктам. Я в своем видео останавливался на них и более детально даже рассказывал. Но я рекомендую каждому веб-разработчику, кто занимается оптимизацией скорости сайта, изучить именно вот эту справку веб-дев. Вот эти все ссылки на PageSpeed, они кликабельны и ведут на конкретные ошибки. Просканировал свой собственный сайт, вы увидите эти ошибки, увидите, что конкретно, где кроется, как говорится, возможная системная ошибка. Если вы будете анализировать, вы будете видеть огромное количество багов, которые выводят с сайта, и вы сможете отличить те, которые действительно системные. По правилам, одну ошибку вы можете ускорить вообще весь сайт в целом, а не какую-то отдельную страницу. Поэтому есть моменты, на которые нужно обязательно обращать внимание. По поводу самого сервиса, он очень сильно изменился с тех пор, как мы его анализировали. И здесь мы можем сказать, что сам PageSpeed должен быть под рукой у каждого. Мы в своем собственном туле, который занимается аудитом сайта, проверкой метаданных, соответственно, метаданных контенту, внедряем сейчас тоже PageSpeed и вытягиваем, чтобы он вытягивал анализ по всем страницам сайта и стандартизировал ошибки, соединяя их в единый список. Вот. Ну, это, собственно, в наших планах. Мы это планируем внедрить. Вот. Едем дальше. По поводу, собственно, важнейшего Core Web Beatles, вы должны помнить, да, что вот, собственно, сам Core Web Beatles позвящен вот этим ключевым факторам. Отрисовка контента, да, First Input Delay, это время до задержки первого байта. И Cumulative Layout Shift, это такой эффект, когда ваш сайт прогружается, он появляется в какой-то элемент, и какие-то элементы съезжают вниз. Вот наличие Cumulative Layout Shift негативно сказывается на продвижении вашего ресурса. Если при прогрузке сайта ваши элементы сначала прорисовываются, а потом сдвигаются, это серьезная проблема, и у многих сайтов оно действительно является критичным. То есть, как вы видите, Core Web Beatles – это один из элементов, в то время как Mobile Friendly, Safe Browsing, HTTPS, да, отходит уже на второй план. То есть, и в этом, фактически в этом апдейте, который посвящен скорости сайта, который выкатывается, про который уже все говорят, нужно знать определенные ключевые критерии. Ключевые критерии, на самом деле, это некая таблица, которую вы должны знать. Это какие параметры действительно являются хорошими, какие плохими. Запомните вот эти цифры, которые вы сейчас видите на экране. LCP должен быть меньше 2,5 секунд, First Input Delay меньше 100 миллисекунд, и CLS меньше 0,1. Это очень хороший показатель. Все остальное уже, как говорится, нужно реально допиливать и исправлять. И если какой-то функционал, вы думаете, что он полезен, но он влияет на скорость, дважды спросите, полезен ли он. Замерьте эффективность этого функционала. Возможно, он не дает вам лидов, возможно, она вам не дает продажи. Это просто бесполезная кнопка, которая никак не сказывается. Проведите в Google Optimize Test и решите, нужна вам эта кнопка, нужен вам этот скрипт, нужен вам этот ненужный попап очередной, или он все-таки имеет ценность. И вот здесь ваша цель измерять действительно, это ваши деньги, ваш бизнес и ваша позиция в поиске. Чем выше ваш пейс-пейс, тем выше ваш будет трафик. Если вы не будете уделять этому время, то, скорее всего, вы очень сильно потеряете продажу. По поводу самой скорости сайта, бытует мнение, что ее можно накручивать, обманывать. Не рекомендуем это делать. Я рекомендую проверять свой сайт как пейдж-спидом, так и замерять в скриминг-фроге, аналогично искать баги. Систематизировать ошибки и выстраивать задачи программиста. Как часто нужно делать анализ скорости сайта? По моему убеждению, анализ скорости сайта я бы делал раз в месяц, прогонял бы его после исправлений и делал бы еще раз. Причина проста. Если на вашем сайте не обновляется контент раз в месяц, это плохо. А раз он у себя обновляется, появляются какие-то странички, то, скорее всего, из-за этого они могут глючить. Можете при создании страничек сделать битую ссылку. А можете просто залить изображение, которое будет больше, чем обычно. А можете не будете. То есть при заливке товаров я бы рекомендовал периодически проверять однозначно сайт на пейдж-спид регулярно. Если у вас массовая загрузка каких-то товаров, каких-то изображений для этих товаров. То есть пейдж-спид однозначно нужно прогонять. Системно прогонять пейдж-спид удобнее всего через какие-то сервисы. Оптимально делать это действительно с криминфрогами или другими аналогичными прогами. Либо веб-сервисы подключать, которые это умеют делать. Прогоняйте список новосозданных страниц на скорость однозначно. То есть любые новосозданные страницы прогоняйте на пейдж-спид. Старые, возможно, это не коснется, но новые коснется. Если же вы делаете какие-то функциональные редизайны, шапка подвала, каких-то элементов, что-то внедряете внутри сайта темы, внедряете какие-то общесайтовые скрипты, то я рекомендую прогнать точечно какие-то ключевые страницы, в которых это может затронуть. Если на сайте миллиард страниц, бывает разное, возьмите, просто зайдите в Google Аналитику, возьмите топ страниц, которые дают вам продажи, конверсии, посещалку, какой-то некий список, там, тысячу страниц, и прогоните ее на пейдж-спид. Не нужно гнать сайт весь, возможно, все ошибки там будут одинаковые. Если какая-то страница, которая никогда ее не посещает пользователь, грузится медленно, вам никак не поможет. Ну, вообще никак. Сосредоточьтесь на ключевых страницах и наладьте скорость исключительно на них. А на этом, собственно, все, ребята. Спасибо за то, что смотрите нас. Задавайте вопросы в комментариях. Я понимаю, это такой очень простой выпуск, посвящен тому, кто не знает, но именно я хотел сосредоточить мнение о том, что скорость сайта действительно важный фактор. Я не буду уделять, как она измеряется, что она измеряется, но действительно сейчас пользоваться тулом пейдж-спид должен каждый. И почитать справочку каждого элемента должен каждый.